Настоящая империя со своими законами, правилами и понятиями. Именно так отзываются местные жители о бизнесе Валерия Кана. Давать комментарии на камеру люди отказываются, говорят, потом проблем не избежать. Всех несогласных Валерий быстро наказывает. По словам пострадавших, слов на ветер чиновник не бросает, сразу переходит к делу. Тем и живет. Уже много лет именно он контролирует бизнес на Дальнем Востоке. Деловая репутация или правила игры в стиле 90-х? После ухода Карашавина и после прихода нового начальника ФСБ по Приморскому краю началась активная компания по борьбе с контрабандистами. Люди, которые имели дело непосредственно с Валерием, утверждают, что он очень ушлый и, по их мнению, страшный человек. То есть, по их словам, он может и запугивать, может и физически давить на своих оппонентов, на своих партнеров по бизнесу. Кстати говоря, мы распали несколько моментов, таких, что он партнером по бизнесу, которые вкладывались в уссурийский терминал известный, сдолжал порядка 250 миллионов долларов. Так и не отдал. Кто же он на самом деле? Мы не можем ответить на этот вопрос, однако имеем право предположить. Валерий Кан – депутат Законодательного собрания Приморского края. 37-летний корейский красавец, лидер Краевой ячейки Молодой гвардии Единой России. Президент Краевой федерации Тэквондо, учредитель и глава благотворительного фонда поддержки спорта и социальных инициатив. Он же – человек с поддельным дипломом о высшем образовании. В прошлом – владелец сети такси с приятным досугом. И хозяин первого в Уссурийске – борделя Валерия. Ну так они же все крутились бандюганы в 90-х. Они же все в одном кодле были. Он тогда еще пацаном был, спортом занимался. Его там подобрали. Бонза его, по-моему, покойный подобрал. И у него там ОПГ своя была. Рынки тут они крышевали. Я не знаю. Начал он вообще по бизнесу подниматься с публичной этой самой. Валерия называлась фирма. Ну, бани, гевки и прочие. Публичные дома. Валерия. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Называлось, вот первая была контора. Потом там он такси. Вояж такси, да? Да, вояж такси у него. И вот этот самый. Он игрок. На этом самом, казино. Вот он в месяц, раза два выезжает в Китай и там по полной программе отрывается. Покал, да? Да. Играет, играет, потом приезжает, все, не пьет, не курит. Благочинный, благопристойный. Потом шляп от хвост попадает. Он заполнил, он пил вообще по-черному, он пил по-черному. Он начал свою деятельность немножко непорядочным образом. Как нам стало известно после общения с местными жителями, он использовал поддельный диплом о высшем образовании для поступления в Российскую Академию Государственной службы при президенте Российской Федерации. По этому факту было проведено следствие. И Следственный комитет ответа не дает. И документы из РАКС, документы Валерия Кана тоже пропали. Вот таким образом он, в принципе, появился в Приморском крае. Как нам стало известно, Валерий Кан начинал свою бизнес-деятельность в крае вместе с рядом криминальных авторитетов. Фамилии называть я не буду. Тем не менее, вот такой стартап ему дали. И один из первых дел Валерия Кана – это была база отдыха «Валерия», которая негласно считалась публичным домом в городе Уссурийске, в пригороде Уссурийска. И, соответственно, наши источники утверждают, что Валерий Кан даже устраивал для этого конкурсы красоты, чтобы отбирать туда самых, по его, наверное, мнению, красивых девушек Приморья. Он создал таксомоторный парк, не помню, как он называется, но источник утверждает то, что только 20% машин ездили по городу легально. Остальные машины у него были без лицензии. Также этот таксомоторный парк пользовался репутацией, что называется, девушки по вызову. Можно было позвонить в такси и выбрать себе спутницу на вечер. Засветился Валерий Кан и в отрасли международных грузоперевозок. Правда, бизнес сейчас оформлен на супругу и ее родственников. Но до недавнего времени на депутате числился целый автопарк грузовиков. Схема контрабанды с участием машин-близнецов в Приморье хорошо известна. СМИ об этом уже писали. В Китае фуру загружают дорогостоящим товаром. После пересечения границы она пропадает, а вместо нее на трассу выходит точно такой же грузовик с номерами-дубликатами и грузом, официально прописанным в декларации, и, разумеется, стоящим копейки. После таможни ввезенный из Китая груз смело можно вытаскивать из кустов, но его никто не ищет. Все очевидно, прибыль огромна. Только на одной декларации перевозчик может сэкономить до 100 тысяч долларов и на такую же сумму нанести ущерб государству. Если в колонии 300 машин, то сумма вырастает до 30 миллионов долларов. Но на этом Канн не останавливается. У него есть еще несколько источников прибыли. Нам стало известно, что он также занимается ввозом мясных, рыбных продуктов в край, овощей и фруктов, но я думаю, что это не весь список товаров, которые он ввозит. Я думаю, что и какая-то дорогая электроника тоже имеет место быть. Как мы выяснили, фирмы эти находятся не только в Уссурийске, есть склады и во Владивостоке. Есть таможенный терминал под названием «Автопереход Турий Рог» и терминал Турга, который находится непосредственно на границе с Китаем. Это глухая деревня, где нет оборудования, которое должно быть на таможне в принципе. Но есть склады, которые могут хранить те же овощи и фрукты, и мясо, и рыбу, где очень удобно проворачивать контрабандные схемы. Также претензии к Валерию Канну имеет транспортный прокурор находки. Детали мы разрабатываем сейчас. Что касается убытков от деятельности его компании, связанной с контрабандой, то здесь можно предположить, что ежегодно казна не досчитывается, краевая казна не досчитывается, минимум 8 миллиардов рублей, потому что, например, только в Уссурийском терминале, это компания, подконтрольная Валерию Канну, ежедневно разгружается более 300 фур. Это тоже информация из уссурийских источников. Он обладает контролем над порядка 10 подобных компаний. Вот можете себе представить масштаб трагедии. Также по нашим источникам ему принадлежит компания «Версия П». Насколько я предполагаю, это склады временного хранения, расположенные по всему краю. И ряд компаний, которые мы, находясь там, объехали для того, чтобы их снять. Но это, оказалось, юридические адреса и компании, зарегистрированные на каких-то близких людей, Валерию Канну. Почему молодому и перспективному депутату-сутенеру все сходит с рук? Связи в криминальном мире или дерзкий характер? Говорят, Канн в буквальном смысле бросается на людей с кулаками. Однажды он сильно избил сотрудника полиции в собственном ресторане. Было заведено уголовное дело, но каким-то образом ему снова удалось выкрутиться из этой истории. Сколько может продолжаться дальневосточный беспредел? Почему журналисты, ведущие расследование его деятельности, начали получать угрозы? Не пришла ли пора поставить точку в скандальной истории чиновника-контрабандиста? Теперь, когда дело получило широкую огласку, лед должен тронуться. Момент истины следит за развитием событий. Субтитры создавал DimaTorzok